Первые помощники власти на местах. Лучших ТОСовцев наградили в Славянске на Кубани. Победители регионального конкурса получили почетные грамоты из рук губернатора и председателя законодательного собрания края. Сегодня на Кубани более 6 тысяч органов территориального общественного самоуправления. Это самое многочисленное движение в стране. Они наводят чистоту и порядок на своих территориях, строят детские площадки и ремонтируют дороги. ТОСы – это многочисленная команда неравнодушных жителей края, уверенных в том, что развитие села-городов не может проходить без их участия. Сегодня лучшие из них собрались в Славянске на Кубани. Мы ездим по поселению, смотрим, чтобы было всегда чисто, уютно. У нас построили даже детские площадки несколько. Победителями и призерами конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» стали порядка 30 человек. Почетные грамоты им вручили губернатор и председатель законодательного собрания края. Миня Минкондратик к присутствующим в зале обращается не иначе, как к коллеге. Ведь ТОСы – это то связующее звено между властью и жителями. Театриальные органы самоуправления – это те люди, в первую очередь, люди, которые не имеют права на слова. Потому что для них принципиально дела, дела, которые они делают там, где они живут для других людей, непосредственно от вас, ждут конкретных дел, конкретных результатов там, где вы все вместе живете. Это огромная ваша ответственность и задача – не подвести людей. Не подвести, потому что вы первые встречаете проблему, и вас первых встречают другие люди и говорят о проблеме. И что вам ответить? Почему я сказал «не слова, а дела»? Это ваш принцип работы. 30 тысяч человек – это огромная армия, которая решает самые насущные проблемы жителей нашего края. Я от всей души поздравляю победителей. Как правило, очень жестко проходят конкурсные процедуры, но тем они и приятны. Именно к ТОСовцам местные жители приходят узнать, когда появится газ или новая дорога, рассказать, где необходимо убрать мусор или попросить сделать ремонт в сельском доме культуры. На Кубани сейчас больше 6 тысяч органов ТОС. Это самое многочисленное движение в стране. Мы говорим про экономику, и все подумали, может быть, как это ТОС и экономика. Но потому что налоги и аренда, она же в том числе, как пример, складывается из этих участков, которые порой стоят за забором. И никто за этот забор не заглянет и не даст сигнал, а кто-нибудь платит, либо не платит. И не важно, что аренду, либо налог. А потому что это поступление в местные бюджеты. И в муниципальные, в том числе, и в краевые. Но это вы должны дойти до этого забора, до этой территории. Дать сигнал, как я сказал, что и там забор, и там забор, а там закрыто. А там у кого-то, ну никто ни за что, как я пример привел, не платит. И так много. Где самоуправление территориальное может активно влиять на экономику и своего района, и в целом края. Помимо почетных грамот, победители конкурса получили денежные премии. Средства направят на благоустройство развития городов и станиц. Размер субсидий разный. 531 тысячи рублей за первое место, 318 тысяч за второе и 212 тысяч за третье. Тосовцы уже определились, на что первым делом пойдут деньги. Деньги потратим на замену тротуарного покрытия. Так как наш ТОС находится в центре города-курорт Анапок, его посещают очень многие отдыхающие. Ну и естественно проживают наши жители, которые должны проживать в комфортных условиях. Мы планируем потратить на тренажерную площадку, комплекс воркаут и детскую карусельку. У нас детской площадки, как говорится, в станице нету внизу. И там мы решили, что нужна детская площадка, ну и остановочка там немножко подремонтировать. За последние 10 лет финансирование ТОСов выросло в 5 раз – с 37 до 175 миллионов рублей. Также в этом году впервые реализуется проект «Народный бюджет». Благодаря ему на поддержку местных инициатив выделено более 1 миллиарда рублей на 5 лет. Коллеги, деньги нужны, я прекрасно понимаю. Деньги, чтобы решить огромное количество, на самом деле, не проблем, наверное, а еще и задач, которые вы сами перед собой ставите, и ставят жители. Вот я это понимаю. Поэтому, безусловно, мы грантовую поддержку увеличиваем. И с этого года уже заработал проект «Народный бюджет». Вы знаете об этом, на 5 лет мы выделяем, где-то, миллиард 200 миллионов. Так вот, «Народный бюджет» позволит вам по-настоящему многие-многие свои задумки реализовать. Потому что серьезные деньги. Серьезные деньги. А жители сами будут голосовать за тот или иной проект, который они считают, что он на самом деле нужен и необходим. А вы вот здесь будете теми, кто реализовывать непосредственно уже будут те поручения, которые сформируют жители тех территорий, на которых вы работаете. Глава Кубани поблагодарил тосовцев за неравнодушие к судьбе своих поселений. Ведь только так вместе можно сделать край еще красивее. Начиная от ухоженных улиц в отдаленных станицах, заканчивая созданными с любовью детскими площадками в крупных городах. Продолжение следует...